Представьте, вы смотритесь в зеркало, хотите хорошо выглядеть, укладываете волосы, делаете определенную прическу. Вы знаете, какую прическу вы хотите, и знаете, как должны выглядеть ваши волосы. Это может быть помпадур, зачес назад, зачес на бок. А как вам прическа ежик или квиф, или кроп, или ястреб? Все сводится к тому, что за каждой прической нужен разный уход. А сейчас в магазинах просто огромное количество косметики для ухода за волосами. И я даже не хочу вдаваться в подробности про различные расчески, и как они по-разному могут уложить ваши волосы. Некоторые из вас скажут, я пользуюсь одними тем же средством годами, меня все устраивает. А другие скажут, я вообще никогда не пользовался средством для волос, и мне это не нужно. На самом деле, вам и не нужно пользоваться средствами для волос, но если у вас нестандартная прическа, вам нужно ими пользоваться. Существует шесть факторов при выборе средства для волос. Первый – фиксация, второй – блеск волос. Третий – оно должно подходить под ваш тип волос. Три других фактора, которые лично для меня не так важны – это смываемость, пластичность, фиксация и термозащита. Существуют средства для волос, которые предназначены для конкретных причесок. Об этом я расскажу немного позже, но для начала, когда вы выбираете средство для волос, обратите внимание на степень фиксации. В большинстве случаев производитель указывает ее на средстве. Она может быть легкой, средней и сильной. Далее, блеск – это то, насколько сильно ваши волосы блестят. Существует легкий, сильный и матовый блеск. Матовый имеется в виду, что блеск совсем отсутствует. Далее, смываемость. Легко ли средство смывается с волос? Если легко, то оно должно смываться водой. Если не смывается, то придется воспользоваться шампунем. Затем идет пластичность фиксации. Если через время вам нужно причесаться и поменять форму прически, вы сможете это сделать, если средство обладает высоким уровнем пластичности. Если нет, тогда вы просто испортите себе прическу. Некоторые средства для волос подходят только для конкретного типа волос. Каждый производитель определяет это сам, и не нужно сильно акцентировать на этом внимание. Я знаю людей, которые наносят мусс на прямой тип волос, и им это подходит. И, наконец, термозащита, подавляющее большинство средств, прекрасно взаимодействует с феном, разве что гель для волос не совсем для этого подходит. Поэтому, если вы пользуетесь феном, то гель для волос вряд ли вам нужен. Говоря о фене, я знаю, что большинство мужчин не пользуются им, но дело в том, что он нужен не только для того, чтобы быстро уложить волосы. Если вы хотите, чтобы ваши волосы были объемнее, если вы делаете укладку, то фен прекрасно с этим справляется. Господа, я вам советую приобрести этот девайс. Джентльмены, если вы ищете фен, то советую обратить внимание на сегодняшнего спонсора Лейпен и их модель фена Свифт. Хочу сказать, что эта штука просто поразительная. Во-первых, как парень я уважаю силу. Скорость вращения 110 тысяч оборотов в минуту, мотор без счета, очень мощный воздушный поток, 22 метра в секунду. Проще говоря, эта штука высушит ваши волосы на 50% быстрее. Он невероятно тихий, всего 59 дБ. Помимо этого, он невероятно легкий, и мне нравится, какой он сбалансированный вид. Мотор находится в ручке, а это значит, что вам будет проще уложить волосы. Вам не придется переживать, что через 2-3 минуты вам будет тяжело держать фен. Нет, вы просто держите его и укладывайте волосы, как вам удобно. Мне также понравился умный контроль температуры. Он проверяет температуру 100 раз в секунду, проверяя, чтобы фен не перегревался и не вредил волосам. Три варианта подсветки соответствуют трем режимам температуры – холодному, теплому и горячему. Но даже самый горячий не навредит волосам. Поговорим о качестве сборки. 10 минут в день на протяжении 16 лет – вот сколько он может проработать. 1000 часов. Что касается цены, сравните ее с ценой конкурента Дайсон, и вы увидите, что он стоит на 50% меньше. Джентльмены, если у вас тонкие ломкие волосы, вам нужен качественный фен, чтобы придать им текстуру, объем и красоту. Еще раз, ссылка на фен в описании, не упустите эту акцию. Она не продлится вечно. Парни, лучшей цены на фен от Лайфен вы не найдете. Самое главное в средстве для волос – это фиксация и блеск. Я знаю, что многие из вас не хотят в это сильно углубляться, поэтому я сделал для вас такую табличку. В этой табличке есть свои плюсы и минусы, потому что не существует каких-то общих стандартов, поэтому разные бренды делают по-своему, когда производят воск или пасту. Но табличка в целом универсальна. Давайте рассмотрим пасту для волос. Она обладает средним уровнем фиксации, волосы будут немного блестеть, паста придает волосам более естественный вид. Одна из моих любимых особенностей пасты – ее легко смывать. Достаточно просто сполоснуть волосы водой. Еще одна особенность пасты – вы можете легко расчесать и поправить прическу, достаточно немного намочить волосы, и вы с легкостью сможете придать вашей прическе новый вид. Она обладает хорошей термозащитой и лучше всего подойдет для прямых и волнистых волос. Если говорить о волосах, то существует четыре основных типа. Это прямые, волнистые, вьющиеся и кудрявые волосы. Если говорить проще, их еще называют первый, второй, третий и четвертый тип. Но все типы волос, кроме прямых, подразделяются еще и на подпункты. Если речь идет о волнистых волосах, то они делятся на тип 2А, 2Б, 2С. Бьющиеся – 3А, 3Б, 3С. Кудрявые – 4А, 4Б, 4С. Второе – мастика, глина и грязевая маска. И я их объединил вместе, потому что они очень похожи по своим свойствам. Во-первых, все три средства обладают сильной фиксацией. Мне лично они нравятся, и я часто использую их, потому что они обладают стойкой фиксацией на протяжении дня. Еще одна вещь, которая мне нравится в них, это то, что после нанесения волосы не блестят совсем, либо чуть-чуть, но у каждого бренда по-разному. Мне нравится, что они легко смываются, но также бывают и исключения. Некоторые нужно смывать шампунем. Пластичность фиксации тоже отличная. Особенно глина, вы можете не трогать волосы на протяжении 4-5 часов. Но и мастика и грязевая маска тоже хорошо справляются с этой задачей. Они обладают хорошей термозащитой, держат укладку и подходят практически для любой прически. Господа, если вам понравилось данное видео, сделайте мне одолжение и нажмите кнопку «Нравится». Я ценю это. Третье – помада и воск, и оба эти средства имеют высокую степень фиксации. Если вы хотите, чтобы ваша прическа держалась практически весь день, то помада и воск – отличный выбор. Они также придают вашим волосам блеск, поэтому если вы хотите, чтобы ваша прическа – остановите свой выбор на помаде и воске. Эти средства лучше всего подойдут для прямых и волнистых волос. Кроме того, у них хорошая термозащита. Но есть и небольшой минус, а именно смываемость. Чтобы смыть воск, вам потребуется помыть голову шампунем, возможно, даже два раза. Помаду некоторых брендов можно легко смыть, а у некоторых брендов, наоборот, она тяжелее смывается. Возможно, после этого вы зададитесь вопросом, зачем тогда вообще наносить воск. Во-первых, его использовали еще тысячи лет назад. Исторический воск – один из самых старых средств, которых мужчины использовали. Для волос и бороды. Кроме того, воск в большинстве случаев сделан из натуральных ингредиентов, поэтому многие останавливают свой выбор на нем. Он хорошо справляется с своей задачей, и помыть голову – это вообще не проблема. Четвертое – лак для волос. Существуют различные типы лаков для волос, поэтому обращайте внимание, что написано на этикетке. Возможно, это лак сильной или средней фиксации. Между ними есть разница. Еще они бывают гибкой фиксацией или для придания текстуры. Некоторые лаки для волос не имеют сильной фиксации, они просто добавляют немного текстуры волосам, особенно если у вас тонкие волосы. Лаки для волос обычно легко смываются, поэтому достаточно просто помыть волосы водой. Касаемо пластичности фиксации, большинство спреев для волос обладает эффектом на один раз. Но при использовании лака для фиксации вы сможете легко поправить прическу. Фиксация волос происходит после высыхания. Также лак обладает неплохой термозащитой. Если вы решите поправить прическу примерно через час после нанесения лака, то вы только испортите ее, я бы рекомендовал что-то другое. Учитывая все вышесказанное, единственный плюс лака для волос – это то, что он подходит для всех типов причесок. Давайте поговорим о моем любимом средстве, и это файбер. Файбер обладает сильной фиксацией, но почти не придает волосам блеск. На самом деле, если постараться, то можно найти матовый файбер. Ваши волосы будут выглядеть максимально естественно. Файбер идеально подойдет для прически по типу помпадур или клифф. У него хорошая пластичность, фиксация, но его не так просто смыть. Скорее всего, вам потребуется шампунь. Он также обладает хорошей термозащитой, поэтому вам не составит труда сделать укладку волос. Он отлично подойдет для любого вида причесок и любого типа волос, кроме кудрявых. Шестое – гель для волос. Шестое – гель для волос. Он обладает сильной фиксацией и блеском. Гель относительно легко смывается, но, что касается пластичности фиксации, то будет довольно затруднительно поправить прическу. Гель лучше всего подходит для прямых или волнистых волос. Он обладает хорошей термозащитой, поэтому можно смело использовать фен. Седьмое – крем для укладки. Он обладает слабой степенью фиксации, средним уровнем блеска. Он легко смывается, обладает отличной пластичностью, фиксацией и термозащитой. Вы можете задаться вопросом, что делать, если все средства обладают низкой фиксацией. Все дело во вьющихся волосах. Вам нужно хорошо расчесать и собрать волосы, и нанести на них крем. Это поможет вам сделать ваши волосы прямыми. Кроме того, крем подходит для всех типов волос и всех видов причесок. Восьмое – мусс для волос. Мусс придает волосам легкий блеск и слабую фиксацию его. Очень легко смыть водой, и у него хорошая пластичность фиксации. Он обладает хорошей термозащитой и, как и крем для волос, помогает собрать волосы. Одно из главных преимуществ мусса – это то, что его можно нанести на всю голову, потому что он хорошо защищает волосы. Поэтому, если у вас кудрявые волосы, это для вас. Теперь давайте поговорим о различных видах причесок и о том, какие средства нужно использовать для той или иной прически, чтобы добиться подходящего образа. Первое – классический помпадур. Он бывает разных видов, и я рекомендую вам использовать помаду, воск, файбер или крем. Для придания блеска можно использовать соответствующие средства. Второе – квиф. У этой прически тоже много разных вариаций, она бывает разной длины, но я рекомендую вам пасту, глину или мусс. Можно использовать средства для помпадура, помады или воск. Но с такой прической можно поэкспериментировать и попробовать разные средства. Это правда, джентльмены? Таким способом можно легко преобразить вашу прическу. Допустим, у вас короткая прическа, например, ежик. Тогда вам подойдет паста, воск или файбер. Используя эти средства, вы придадите стрижке естественный вид, но также можно поэкспериментировать и добавить немного блеска. Что касается прически зачес назад, для нее подойдет помада, можно также попробовать гель или воск. А если вы хотите, чтобы волосы не сильно блестели, можно попробовать грязевую маску, глину или мастику. Касаемо прически зачес на бок, тут все зависит от длины и от того, сколько блеска и какую фиксацию вы хотите. Можно даже нанести помаду. Далее, прическа ястреб, нам нужно, чтобы волосы были приподняты, а значит, нужна сильная фиксация. Я рекомендую мастику, глину, файбер. Если у вас вьющиеся или волнистые волосы, и вы хотите, чтобы они выглядели естественно, чтобы они выглядели так, будто не покрыты средством для волос, то можно использовать сыворотку для волос, крем для непослушных волос или мусс. Какое видео посмотреть следующим? Как насчет, как добавить объем волосам? В этом видео я рассказываю, как правильно пользоваться фенами, как добавить объем волосам. Я думаю, это может помочь многим мужчинам, особенно если у вас редеющие волосы. Если у вас немного волос на голове, в этом видео я дам много советов. Посмотрите, оно того стоит.